Не взрыв, а хлопок. Не война, а специальная операция. Не захват, а освобождение территории. Убираем все страшное, оставляем какие-то бессмысленные, пустые конструкции. Советское, позднесоветское двоемыслие привело к тому, что мы имеем сейчас. Это и есть цель российской пропаганды. Сделать вид, это ничего особенного не происходит. У нас задача пробуждать авториальную эмпатию, верой в то, что надо любить, испытывать какие-то положительные эмоции, надо их проявлять. Весь этот стрит-арт, все эти мемчики, все эти анекдотики, они все направлены на то, чтобы показать, что ты не один. Любые средства годятся, которые могут людей объединить. Первым делом, наверное, надо будет думать о том, как все строить заново. Почему важно следить за тем, как трансформируется язык? Язык отражает наше мышление. Но в данном случае важно то, что язык отражает то, как мы относимся к миру. Какими средствами мы пытаемся себя успокаивать или, наоборот, возбуждать агрессию. И это все отражается в языке. Чем больше агрессивных слов мы используем, наоборот, каких-то таких успокоительных, таких вот как бы не война, а специальная война операция. Это вот, собственно говоря, и формирует мир вокруг нас. Поэтому, следя за языком, следя вот за этими изменениями, мы понимаем, как формируется мнение о происходящем в людях. Как русский язык менялся с начала полномасштабного вторжения? Ну вот смотрите, вы только что сказали, как русский язык менялся после начала полномасштабного вторжения. Вы же не сказали после начала войны. А почему вы не сказали после начала войны? Потому что многим слово «война» кажется недостаточно сильным. Поэтому, если люди хотят подчеркнуть кошмарность ситуации, а война кажется недостаточно сильной, грубо говоря, то, что было в 14-м году в Донбассе, это уже является локальной войной, люди используют такую замену полномасштабное вторжение. Вот это вот и есть как бы языковая манипуляция. То есть некоторая подмена, то есть усиление смысла. С другой стороны, те, которые считают, что это вообще не война, ничего такого страшного не происходит, говорят, не война, а специальная военная операция. То есть вообще изымают из слова все смыслы и делают слово таким вот невинным. И главное, непонятно, о чем вот эта вот фраза. Непонятно, о чем. Специальная военная операция. Нам обвиняем о чем угодно, в принципе. Ну то есть, возвращаясь к вашему вопросу, вот нам недостаточно тех смыслов, которые вкладывает слово «война», и мы как бы либо усиливаем, либо уменьшаем. Изменения в языке идут всегда. Ну то есть нет такого ощущения, что вот язык пребывал в каком-то состоянии покоя, и вдруг внезапно проснулся, вышел из комы и побежал, и побежал, и побежал изменяться. Нет, на самом деле изменения происходят всегда. Просто когда бывают такие резкие социальные сдвиги, когда много людей чувствует, что они должны говорить по-другому, чтобы как бы выражать свое мнение в отношении чего-то более аккуратно или более четко. И тогда этих изменений происходит сразу много, и мы начинаем их чувствовать. И вот, например, есть изменения синтаксические, синтаксические, грамматические. Одно из самых известных грамматических изменений – это, например, писать и говорить не на Украине, а в Украине. Сейчас я не буду вдаваться в лингвистические дискуссии, правильно это или нет, это сейчас неважно. Просто с началом войны или полномасштабного вторжения, или специальной военной операции, люди начинают чувствовать, что вот они не хотят говорить больше на Украине, не хотят подарить Украине больше самостоятельности и независимости. И они перековываются на ходу и начинают говорить в Украине. Я сама, ну как бы до начала войны, я скорее говорила и на Украине, и в Украине. Сейчас я скорее слежу за собой, стараюсь говорить в Украине. Прямо чувствую, как эта новая норма меня давит. Тоже такое интересное орфографическое изменение, которое происходит и в России, и в Украине. Это то, что, например, некоторые слова, которые орфографически писались по норме с большой буквы, это название России, президент Путин, еще что-нибудь там, название министерств, пишется теперь с маленькой буквы. Причем для украинцев это некоторая форма такого выражения презрения в отношении России, и оно становится официальным действием. То есть еще недавно министр общеобразования извинялся, что в каком-то указе он написал слово «Россия» с большой буквы, и он говорил, что вот это указ, это официальный документ, он другому не мог, а его все шпыняли, что он написал «Россия» с большой буквы. А в России написание, соответственно, «Россия» с маленькой буквы РФ, с маленькой буквы имя президента, с маленькой буквы имя разных пристали политической элиты, с маленькой буквы, это является формой маленького внутреннего сопротивления. Вот вы мне что-то такое говорите, а я вам в ответ как бы не буду показывать уважение, потому что написанию с большой буквы возвращается как бы исконная форма. Первый известный мне случай в новейшей истории, это 2013 год, экспертиза об экстремизме, и эксперту, в частности, признаком экстремизма, он посчитал фамилию президента с маленькой буквы. Но тогда это были редчайшие случаи, редчайшие, а сейчас это постепенно становится трендом среди протестно настроенных людей. Бывают вот такие орфографические изменения, и, конечно, лексические изменения, когда появляется много новых слов, мобилизация, могилизация, мобики, там то же самое СВО, миллион разных, то есть они как бы идут и снизу, они идут и сверху, ну это как бы такой самый заметный пласт. Как провластные медиа и пропаганда достигают своих целей с помощью языка? Язык – это набор знаков, и они существуют не в воздухе, они как бы, есть система коммуникации, то есть я хочу что-то там слушателям донести, например, хочу со слушателем поздороваться, я могу поздороваться там, сказать здравствуйте, это там коммуникация словами, вербальная, я могу помахать рукой, это тоже приветствие, но это жестом, я могу там, не знаю, поклониться, я могу, не знаю, какой-нибудь танец приветственный станцевать, как Маури танцевали в Новой Зеландии, вот это, пожалуйста, это все разные формы коммуникации, это разный код, выражающий одно послание. Провластные СМИ очень любят с начала войны использовать разные конструкции, их три – это суперэффемизмы, это нейтрализация и это тотальное избегание, плюс четвертый такой отдельно стоящий – это дефемизмы. Ну вот суперэффемизация – это когда мы говорим не захват территорий, а освобождение территорий. То есть мы играем с коннотацией, коннотация – это какой-то набор ассоциаций вокруг слова. Слово «захват» – это какой-то легка негативный оттенок, правда, или нейтральный, или негативный. А освобождение – суперпозитивный, мы создадим суперэффемизм, замена на что-то хорошее. Мы не агрессию хотим создавать, а наоборот, такое впечатление просто идеальное. У нас, например, в августе читал методички, которые отправляют товарищей из администрации президента в разные государственные СМИ и спускают журналистам, как писать. В частности, в этих методичках давать прекрасный пример, что вот как бы с лета 1922 года лучше было не писать «беженцы из Донбасса». Нейтральное слово «беженцы», а надо говорить «соотечественники». Почему «соотечественники»? Потому что это тоже такой вот сверхэффемизм. Мы сообщаем, что я с тобой одной крови, ты и я, как бы мы вместе, вот у нас есть одно отечество. Второй пример – это замена нейтральной конструкции. Не война, а СВО, специальная военная операция. То есть непонятно что. Не ограничение выдачи валюты в банках в марте 1922 года, а специальный порядок выдачи. Что значит специальный порядок выдачи? Какой? По алфавиту, по росту, я не знаю как, но вот потому что все опасное слово изымается, остается такая вот непонятная оболочка. И, наконец, нейтрализация, тотальное забвение, когда берется, например, там, не знаю, какая-нибудь тема и при нее говорит, что мы ее вообще не трогаем. Мы не педалируем сто дней с начала войны. Был как бы приказ по российским СМИ. Мы не говорим про интервью Зеленского независимым журналистам. То есть какие-то темы вообще не упоминаются. Это тотальное забвение. И, наконец, российские СМИ используют не только вот эти три приема – суперэффемизмы, нейтральной конструкции и забвения. Но они еще используют и дефемизмы. Когда я говорю что-то, я могу хотеть собеседника унизить, обидеть его, оскорбить или сделать мое сообщение гораздо более агрессивным, чем оно есть. И тогда я создаю дефемизм. И их предполагается использовать в адрес не нас, но в адрес врага. То есть не ВСУ, украинская армия, а нацбаты, нацбатальоны, нацики, фашисты, не украинское правительство, а нацистская хунта. Вот когда, например, я говорю «местомобилизованный мобик», то есть я вкладываю в это слово такой оттенок презрения. То есть получается, что я достигаю двойной цели. И я одновременно передаю то самое сообщение, я говорю «мобик», то есть говорю «мобилизованный». И одновременно, сокращая «мобилизованный» до «мобик», я делаю вот этот вот самый презрительный оттенок. Таким образом сокращаю количество действий. То есть мне не надо говорить «мобилизованных», которые я не люблю. А вот слово «мобик» мы сразу выражаем два в одном. Чем сильнее вырабатывается дефемизм, тем как бы это лучше. Потому что у человека сразу вызывается ощущение, что там брак, что вот как бы при нём можно говорить агрессивно и прочее, прочее. Коротко никак. Не существует такой таблетки. То есть выпил красную таблетку – влюбил пропаганду. Выпил голубую таблетку – разлюбил пропаганду. Так и не бывает, потому что на самом деле есть причины, почему эти механизмы так на нас воздействуют. Проведено много исследований, то есть их там с 70-х годов велось, прям много, и в частности экспериментов, которые показали, что, например, человек хорошо запоминает дефемизмы, например, всякие такие ругательные, агрессивные слова. Человек хорошо запоминает, особенно там, например, хорошо запоминает, если билингва на родном языке. И дальше, соответственно, в нём будет повышенный уровень тревоги. А эфемизмы, то есть положительные замены, они наоборот. Они уменьшают уровень тревоги и заставляют человека расслабляться. Был недавно проведён такой эксперимент, когда группа психологов опросила 42 врача, как они объясняют пациентам, что у них сердцем плохо. И выяснилось, что все врачи практически не любят говорить напрямую, что у вас heart failure, то есть поломка сердца буквально по-английски, а используют сложные эфемизмы. Там у вас сердечко плохо качает жидкость в лёгкие, там ещё чего-то. То есть какие-то такие написательные конструкции, немножко расслабляющие пациента. Дальше психологи собрали список этих замен, и дальше, соответственно, пациентам, 500 человекам, дали диагнозы об их состоянии. Только у некоторых было написано прямыми словами, а у других эфемизмами. И через некоторое время замеряли, как люди относятся к рекомендациям врачей. И выяснялось, когда рекомендации давались такими вот словами расслабляющими, эфемизмами, то человек начинал гораздо менее серьёзно относиться к своему здоровью. Там не занимался спортом, говорил, что там не буду пить таблетки, не буду там заниматься скандинавской ходьбой, там не буду сидеть на диете и прочее, 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 прочее. То есть эфемизмы снижают уровень тревоги. Вот представьте себе Марью Ивановну. Маша Марья Ивановна жарит на кухне котлеты. У неё в фоновом режиме звучит телевизор, представили? И она слышит там не взрыв, а хлопок, не война, а специальная операция, не фронт, а линия соприкосновения. И это всё как бы идёт в фоновом режиме, и она на это не реагирует. Поскольку она на это не реагирует, она это не запоминает. И у неё остаётся ощущение, что ничего особенного не происходит. Это и есть цель российской пропаганды. Сделать вид, что ничего особенного не происходит. То есть у нас всё хорошо, прекрасная маркиза. Соответственно, побороть это не так просто. То есть как бы этот эффект, он существует, пока существует человек. Это свойство как бы языка. Либо пробуждать её агрессию, либо как бы её успокаивать. Поэтому, чтобы такой эффект пропаганды побороть, надо иметь много источников информации, надо над ними думать, надо их проверять, надо задумываться над тем, что эти слова значат, и прочее, 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 прочее. Это как бы некоторый процесс. К сожалению, голубая таблетка здесь не поможет. Как изменения в учебниках и разговоры о важном в школах повлияют на детей в будущем? Вообще, я вижу очень плохую тенденцию. Идёт как бы навязывание военных доктрин в школе, идеологизация школьников разными методами. Но в частности, это происходит методами внедрения новояза. Давайте посмотрим на знаменитый учебник истории, который все обсуждают под авторством Мединского и компании. Где, например, про кошмарный момент в истории советского времени, про массовую высылку огромных этнических групп в Сибири, в Казахстан, где не умирали от голода, кто по дороге, кто прям там. Якобы за то, что они были пособниками врага во время Второй мировой войны. Так вот, про этот мрачнейший период говорится следующим образом. Что произошла высылка в восточные регионы страны. То есть там не упомянуто слово Сибири, Казахстан. Там не сказано, что люди умерли. Огромное количество умерло просто в пути, а остальные умерли от голода там, потому что их высаживали поздней осенью и зимой. Мы прям вот-вот, ну как бы вот голые леса и поля. Но это просто они уехали в восточные регионы страны. Вот это классический, классический прием нейтрализации. То есть мы убираем все страшное, оставляем какие-то бессмысленные пустые конструкции, указывающие какое-то направление на восток. И это как бы страшно, потому что школьник, который читает этот учебник, он окей, окей. Всех ингушей, чеченцев и татар вывезли на восток. Ну окей. Может быть там ему лучше было жить. То есть как бы школьник вообще не поймет, что произошло. Никакие страшные слова не использованы. Его это не будет триггерить, он это не запомнит, у него это сотрется. Школьникам много говорят про нацистский режим, который на Украине, и то, что там правит хунта. И как бы все слова, которые должны объяснить, что там происходит, как бы там нет государства самостоятельного, а там есть странные процессы. Они нерегитимны, то есть они не имеют под собой никаких оснований. А это означает, что мы с ними можем сделать все, что угодно. И то, что эти слова произносятся в школе, это тоже очень плохо, потому что человек растет с ощущением, что рядом с нами есть территория, на которой происходит какой-то бардак. А это значит, что мы в отношении этой территории можем сделать все, что угодно, чтобы там было лучше. И это плохой процесс. Что касается идеологии в школе, то давайте я сформулирую в двух словах важную вещь, которая меня триггерит. Многие мои коллеги, читатели мне говорят, ну и что, что происходит идеологизация в школе? Есть разговоры о важном, есть новые учебники. Это ничего страшного, потому что разумные учителя все равно постараются как-то все объяснить. А если нет разумных учителей, то всегда есть разумные взрослые. Вот я же всегда со своим ребенком разговариваю, и я ему стараюсь объяснить, что вот это вот неправильно, вот это не так и так далее. Но это большая проблема. Да, на самом деле, и мы проходили это в советское время, то есть хорошие родители, образованные родители, проводят много времени с своим ребенком, они учат ребенка. Ребенка не верят тому, что ребенок слышит в школе, и так вырабатывается такое двоемыслие. А дальше это имеет крайне негативный эффект, потому что ребенок вырастает в состоянии, при котором он знает, что вообще никаким представителям власти верить не надо, потому что они будут себе врать. То есть вот урок о важном, где все время тебе врут, а ты должен просто сидеть и изображать хорошее поведение. А верить можно только внутри очень узкого своего круга дома. А дальше ты вырастаешь, ты начинаешь работать, и ты не ходишь на митинги, потому что все кругом врут, и ты не занимаешься гражданским инициативом, потому что все кругом врут. И, собственно говоря, вот это вот советское, позднесоветское двоемыслие привело к тому, что мы имеем сейчас к очень низкому пороговому уровню доверия к любым гравитарским инициативам. Как изменился язык у тех людей, кто уехал из России? Когда Россию называют Аркастан, Мордор регулярно, я слышу, Рашка, это все те же самые дефимизм. Когда люди это используют, они, с одной стороны, могут хотеть проявить агрессию в сторону России и ее политической структуры, а еще они таким образом, это очень важно, вынимают себя из России. Вот ты не просто как бы уже вне России физически, но ты говоришь, я не играю по этим правилам. И люди, стараясь дистанцироваться от этого государства, придумывают для этого политического объекта новые слова. Так всегда происходит. В языке уехавших появилось, например, обилие слов, обозначающих себя. Вот это вот очень интересно, я внимательно следила, как колебалась линия, количество использований в социальных сетях между словами иммигранты и релаканты. И побеждало слово релаканты, хотя, по сути, все, кто уехали, они иммигранты. Знаете, анекдот? Один старый иммигрант в Париже спрашивает молодого иммигранта, скажите, пожалуйста, вы на ПМЖ? То есть, постоянное место жительства. Нет, я на ППЖ. А что такое ППЖ? Пока Путин жив. И вот ППЖ является таким как бы неологизмом иммигрантской тусовки. Эти группы и люди предпочитают себя назвать не иммигрантами, а релакантами, потому что слово релакант означает, что тебя как бы перевезли, не ты уехала, тебя компания перевезла. И на время, то есть, как бы, оставляется метафорическая возможность вернуться, поэтому люди предпочитают себя называть релакантами, не иммигрантами. А кроме этого, там есть прекрасные, совершенно разные названия для этих групп волн иммиграции. Очень многие, например, в Израиле используют слово «тыквенная алия» для как бы иммигревших после начала войны или «тыквенники». Потому что был скандал, когда одна из уехавших девушек спросила, где здесь можно в Израиле в ближайшее место купить тыквенное лате. И началось, что вот, они там зажрались, они там, значит, дескать, хотят какие-то невероятные виды кофе и прочее, прочее. Значит, в Израиле тыквенная алия. В Грузии, Армении, где много жилокантов, иммигрантов, которые уезжали волнами, там есть февралята, мартобрята. Февралята и мартобрята, они очень любят сентябрят, потому что считается, что вот они-то настоящие политические иммиграты, потому что они уехали сразу, как война началась, они февралята. А вот сентябрята, они как бы уехали уже после мобилизации и прочее, и прочее, и прочее. Люди, которые осознают себя как некоторое единое сообщество, как субкультура, они начинают искать формы выражения. Например, есть в Тбилиси такой велосипед огромный, элемент дизайна. Просто на улице стоит огромный памятник велосипеда, его называют памятник героя Верхнего Ларса. В память о тех, кто переезжал на Верхний Ларс, переход из Грузии в Россию, на велосипедах и самокатах. Там был просто ужас какой-то. То есть вот так изменяется язык, чтобы осознать себя как сообщество. Например, когда я изучала и изучаю сообщество вагнеровцев и жен и родственников вагнеровцев собственно меня изучают, мне интересует язык. И там есть всякие такие слова. Например, они никогда не говорят фронт. То есть и жены, и родственники Вагнера никогда не говорят в чатах фронт. Они скажут за ленточку. Есть красная зона и есть ленточка. За ленточку это вот как бы вот туда, там, где могут убить. Но слово смерти фронт принесено не будет. Он за ленточкой. Это тоже эвфемизм. Тебе страшно написать про страх. Там появляются всякие военные слова. Там не убить, а за двухсотить или за трехсотить. Потому что груз 200. Это обозначение тел убитых. С другой стороны, например, в этих чатах используются такие замечательные шифровки. Это тоже особенность нового языка использования шифровок. Например, в одной из переписок появляются слова о олени, всякие олени и муму. Олень и муму в контексте обсуждения пригожено. Соответственно, олень – это шойгу, а муму – это герасим. Это замена по ассоциации. Для того, чтобы не называть имена, они боятся последствий, боятся в том числе статьи дискредитации российской армии. И они используют вот такие вот дефимистические шифровки, чтобы одновременно и зашифровать, и оскорбить. Правда, хорошо? Во-первых, большинство людей в России никакой протест высказывать не хотят. Просто потому, что они не считают это своим задачей. Я и мои коллеги делали огромное количество интервью просто с людьми с вопросом, как они относятся к новым словам, как они реагируют. И выяснилось, что главная задача людей – это максимальным образом закрыться от любой информации. То есть вот всё, что происходит, страшно. Плюс к тому, что это страшно, ты никаким образом не можешь на это повлиять. Просто никаким образом не можешь повлиять. И поэтому люди говорят, что вот я стараюсь фильтровать информацию, не читать новости, не вникать в это всё. Дальше люди начинают использовать огромное количество даже не эфемизмов, а вот этих вот нейтральных конструкций. Одна учительница в московской школе давала нам интервью, и она в течение двухчасового интервью не разница сказала слова «война». Она говорила «это ситуация». «Это ситуация». Ну, вы же всё понимаете в этой текущей ситуации. Это называется такие вот спонтанные как бы нейтрализирующие конструкции. И так вырабатывается такая самоцензура, когда человек буквально держит себя за язык и говорит «это ситуация». на всякий случай, хотя строго говоря, законы ингредиентации российской армии не запрещает в разговоре называть войну войной. Но тем не менее, люди стараются это избегать, и это прям видно. Абревиатура СВО проникает как бы в повседневность. Но с другой стороны есть люди, которых явно меньшинство, но которые как бы считают себя такими семиотическими партизанами. Семиотические знаковые, то есть знаковые партизаны, которые всё время пытаются вот как бы какие-то официальные пространства власти. Они вот что-то, значит, будут впихивать. Например, есть такой мем обложки Романа Толстого, на котором написано «Спецоперация и мир». Это вот то, что я называю взлом повседневности. Мы все привыкли к слову «война и мир», и мы все привыкли к тому, что слово «война» в отношении к войне Украины говорить нельзя. Но дальше происходит усиление. Слово «война» занимается на спецоперацию в неожиданных контекстах. И это начинает расклеивать там некоторые активисты в Тюмени, просто расклеят как стикеры везде. Этот новояз, он изнутри взрывается. Это делают так называемые мои вот семиатические партизаны, которые знаками с этим борются. Высмеивание власти, мемы и стрит-арт. Это протест? Да. Вот эти вот, вот это самое стрит-арт, все эти стикеры, всякие высказывания в смешном виде против войны, они, казалось бы, от бомб не спасут. Да, они от бомб не спасут, но они позволяют показать, что мнение о том, что война — это хорошо, не является мнением большинства. Что вот ты идешь по улице и видишь, о, вот этот человек думает так, как я. Я не одинок. Что делает пропаганда? Одно из основных заданий, основная задача пропаганды — это сделать так, что ты чувствуешь себя одиноким. Был такой эксперимент, недавно приведен в Китае. Группа американских исследователей просила китайских пользователей интернета, 900 человек. Их сначала спросили, как они согласны ли выйти на протесты. Их спрашивали эфемизм протестов в Китае, большая прогулка, согласны ли выйти на большую прогулку. Как в России у нас мы ходили же не на митинги в 19-м году, мы ходили гулять под Тверской с паспортом. Ну, у китайцев так же. Их спросили, согласны ли выйти на большую прогулку, а потом их поделили на пять групп, и четыре из них подвергали много часов, а здесь все китайская пропаганда. Одна группа слушала китайского Киселева, другая китайского Соловьева, третья, там, не знаю, китайский Первый канал, четвертая знакомилась с творчеством Марии Захаровой в огромных количествах. Пятая группа пила чаек и ничего не делала. А потом их снова всех спросили, хотят ли они выйти на прогулку, на большую, на митинг, и что они думают про готовность других выйти на этот митинг. И выяснилось, что их мнение изменилось. То есть как бы они о себе продолжали думать хорошо. Ну, я-то, конечно, выйду. Но они начинали думать плохо про, хуже, про свое окружение. Начинали говорить, что вот я бы, конечно, вышла, но вот кругом уже. Они же все зазомбированы телевизором. Они же все никогда не поднимут попу с дивана. Им же зомбоящик сообщает все, всю правду. Они же мне не верят. Им же мозги давно промыли. И прочее, прочее, прочее. То есть пропаганда, она ослабляет неуверенность твоя, в твоих силах, хотя это тоже, ну, главная пропаганда делает тебя одиноким. То есть возникает ощущение, что я один в поле войны. Тогда зачем мне уходить на площадь? Весь этот стрит-арт, все эти мемчики, все эти анекдотики, они все направлены на то, чтобы показать, что ты не один. И это и есть основной смысл всего этого семиотического партизанства в наши дни. Какие еще бывают типы несилового сопротивления в разных странах? Несиловое сопротивление, как правило, имеет своей целью. Первое, объединение людей. Второе, объединение эмпатий. То есть верой в то, что надо любить, надо испытывать какие-то положительные эмоции, надо их проявлять. И, кстати, вот в России много этих семиотических, знаковых партизан, они говорят, что вот мы не хотим делать лозунги агрессивные. Агрессивные лозунги есть, но люди, многие мне говорили в интервью, что типа мы это не любим, мы не хотим этого, у нас задача пробуждать авториальную эмпатию. Надо пробуждать в людях хорошее чувство, а не агрессию. Поэтому я буду там делать такие маленькие нано-игры, нано-протест, такие нано-фигурки с флагами Украины там, какие-нибудь милые игрушечки. То есть это все должно быть очень nice, чтобы у человека были добрые чувства. Несиловые методы пробуждают, подталкивают людей к объединению. Любые средства годятся, которые могут людей объединить. Известная история, как выстраивалось несиловое норвежское сопротивление времен Второй мировой войны. Там было силовое сопротивление, то есть партизаны, которые просто буквально воевали, но их на самом деле было очень мало. Было массовое несиловое сопротивление, которое в основном занималось массовым распространением, как бы мы сейчас сказали, мемчиков. Сематические партизаны в Норвегии, они занимались тем, что они высмеивали беспрестанно нацистов всеми возможными способами. Например, в газетах давалось какое-нибудь брачное объявление, что достойная фрау, знающая три языка, свободно говорящая по-немецки, любящая игру на фортепиано, читающая гейны, встретит с эссоциальным офицером для серьезных отношений. А первые буквы этого объявления складывались в лозунг «Да здравствует король Хакан», который бежал в Норвегии, возглавлял правительство в изгнании в Лондоне и прочее, прочее, прочее. Это кажется ужасно нелепым, но это все начиналось вот как бы с капли. Это довольно смешно, потому что все население Норвегии вообще ненавидело короля Хакана. К тому, как началась война, вообще как бы шли разговоры об его отречении. Но, будучи как бы уехавшим, он стал символическим лидером, и люди там придумали всякие мемчики, противопоставляли его Гитлеру, все это распространяли. Таких людей знавилось все больше, 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 больше. И все эти вот средства, все эти тайные знаки, они все больше становились публичными, буквально выходили из кухонь и проникали на улицы и появлялись на стенах. Ровно так же падала, например, Берлинская стена. Сначала по кухне выходили анекдоты про Хёникира и Горбачева. Постепенно они стали гораздо более публичными, потом их стали замечать в виде граффити на улицах, потом они попали уже как бы на транспаранты, и стена упала. Стену разобрали. То есть на самом деле, любые средства, которые людей объединяют. Вот что касается тенденции. Прямо видно, как российская репрессивная система борется со стрит-артом, как много дел заводят против людей, кто делает граффити. Не только административные статьи, но уголовные, в частности, 213-214, это хулиганство. И это серьезно преследуется. То есть как бы люди, этих людей стараются вычислить как можно быстрее, потому что не должно быть никаких публичных призывов к объединению, не должно быть никакого публичного признания, того факта, что во нем как бы есть другое мнение, и оно массово. Поэтому россиянам как бы разрешается иметь другое мнение на кухнях, в кругу своих друзей. А на улицу ты с ним не выходи. Когда на улицу выходит на улицу, тебя сразу за это прессуют. И поскольку прессуют за любой публичный знак, самый невинный там, включая как бело-желто-голубое что-нибудь, то становится понятно, что эти знаки, они опасны. Сила протеста определяется не тем, как ты это сделал, что ты туда вложил, а какая цена за это следует со стороны власти. Если за это дают 9 лет тюрьмы за подмены ценников или за какое-нибудь видео, или за какой-нибудь пост, то это значит, что как бы любое такое действие, оно кажется очень серьезным. Какой у вас любимый анекдот с начала полномасштабного вторжения? Знаете, у меня много любимых анекдотов. Но есть любимый анекдот у Минюста. Вот я хочу поделиться. Вчера пришла бумага о том, разъясняющая, почему я признана иноагентом. Там очень подробный разбор того, что я пишу в Фейсбуке, того, что я пишу в Телеграм-канале. И в частности, видно, что Минюст страшно раздражен двумя вещами. Анализом новояза и анализом анекдотов. И там подробно разобраны два анекдота. Один мой любимый анекдот про новояз. Молоко не убежало. Оно провело операцию по свертыванию. А второй анекдот, возникший как раз в начале войны, когда пленные российские солдаты звонили домой, им давали звонить домой, звонки транслировались. И там возникла такая серия анекдотов пророссийского солдата и разговор с мамой. Российский солдат во время боя забегает в хату и звонит маме и говорит, мама, мама, я в хате, тут такая мясорубка. Мама говорит, мясорубку не бери, у меня есть, возьми блендер. Вот этот анекдот очень полюбился Минюст, они его детально разбирают, как пример того, что я явно нахожусь под опасным влиянием, и я еще на других людей влияю, и поэтому я должна оставаться иностранным агентом. Что вы сделаете первым делом, когда закончится война? Напьюсь. Когда закончится война, первым делом, наверное, надо будет думать о том, как все строить заново. И вот про это я думаю иногда безумными ночами. Потому что в реальности вопрос, который стоит очень остро, многие не хотят про это говорить, но тем не менее, это вопрос иллюстрации. Все говорят, вот 70% россиян поддерживают войну. 70% россиян соглашаются с любым мнением Путина, и вообще всех власть придержащих, потому что у них нет своего мнения по поводу политики, у них как бы есть ощущение, что надо соглашаться с тем, что тебя спрашивают. Но есть множество людей, которые сделали это мнение поддержку войны социально социально одобряемым. Ради зарплат, ради зарплат, ради позиций в театре, ради ролей, ради чего-нибудь еще или просто так. Но они сделали это мнение социально одобряемым. Это они в вузах рассказывают студентам, и они рассказывают школе и школьникам, что вообще это все правильно. Вот что с этим делать? Вот вопрос иллюстрации меня волнует. Субтитры создавал DimaTorzok